Hello everybody, I'm a student, hello friends. Сегодня мы обратимся опять к криминалистике Пифагора. Мы рассмотрим её с общей точки зрения, с точки зрения основных законов. Какие мы знаем законы? Законы издревле, самый первый закон, закон Ханурапи, да? Что можно делать, что нельзя делать и так далее. Потом закон Моисея, 10 заповедей. Потом они свелись с двум заповедями в Новом Завете. Ну и потом начали создаваться конституции. То есть конституции, которые рассчитаны были не на правление одного человека, но на опору на какие-то думы, советы и выборные органы. Вот конституционный строй. Сейчас он у нас почти во всех странах. Там 180 с чем-то стран, 190. Почти во всех конституциях, во всех президентах, что интересно, да? Название даже одинаковое. Ну и он. Есть общий уже залог, как говорится, в едином мировом правлении. Согласно конституциям вот этим, много там правильного написано, но получается, что не все его и эту конституцию выполняют. Более-менее выполняют конституции те страны, в которых двухпартийная система правления. Это во всех европейских странах и в США. А азиатская сторона – это правление одного человека. Ну, на одного человека, как протокол, северных мудрецов, самая лучшая форма правления – это является абсолютизм, да? Согласно северных мудрецам. Потому что они, советы, все дают этому, главному за него прячутся, чтобы их было не видно, ответственность себя снять и переложить на вот этого, скажем, Путина условного, который вообще не может нести всю эту ответственность, согласно конституции. Потому что, согласно конституции, она распределяется на судебную ответственность, на конституционную, там, Думскую, и Совет Федерации, и все такое прочее, и всякую другую прочую ответственность. Военную, гражданскую, политическую, социальную, культурную и так далее, что Шульман знает. Шульман знает, я не знаю. Вот таким образом. То есть, и, согласно этой конституции, мы должны как судить? Ну, ведь конституции, они основаны, что там, повторяют, во многом повторяют они старый и новый завет. Там же сказано в основном о суде, о суде. То есть, суд должен быть праведный, и праведный суд, да, и писанный суд. То есть, собираются, там пишут, доказательства собирают, слушают свидетелей, как вот были тогда книга судей, да, в Старом Завете судьи определяли, кто прав, кто виноват, наводящими вопросами, и определяли путаницу в показания, и определяли виновных этих старцев, которые хотели эту же самую, вот, Кабаеву, и Бабаеву, какой-то там разложить под деревом, да, она отказалась, вот они на нее наклепали. Помните, такая история, библейская? Вот таким образом, то есть, суд должен быть праведный, писанный, доказанный. Но, когда однопартийная система, там, абсолют, он имеет обязательно всегда, тогда оппонентов, врагов, среди, даже собственного окружения и среди забугория, забугория так называемого. И вот это забугория, значит, или внутренние враги, они, их уже согласно Конституции, невозможно даже взять, потому что они либо хорошо защищены, либо они находятся за пределами, за бугром, за границей, ну, и либо просто они конспирируются, и невозможно их отыскать. Ну, тогда вот, создаются вот эта опричина, которую Иван Грозный ввел. Он ввел опричину для чего? Для того, чтобы он уже встал выше закона, он на уровне уже Богом себя, Богом выставлял, потому что после этого еще свинца там нахлебался, из этого водопровода его какими-то тяжелыми металлами травили от сифилиса, и он уже крыша съехал, и он уже носил себя Богом, возомнил, и закон не... Чем не это закон? Не опричины вот это. Опричники все сделают то, что невозможно, и потом, и вот это надо сколько держать песцов, чтобы они писали эти все. А преступников-то у меня же все воры, у меня же все, все мои, все воры. Это не уписать всех законов и всех преступников. и придется вводить опричину, которая, ну, согласно уже собственной матрице, как говорится, собственной схеме, опираясь на собственный эталон, который у него зашит в голове, он судит и рядит любого встречного, который, ну, вот понравилось там имение отнять, а этого повесить на дыбу и так далее. то есть произвол. То есть люди встают, вот всегда абсолютизм встает выше закона и в итоге выше Бога. Потому что опричь закона, ну, это тяжело уже встать, да, это значит, ты встал выше Бога и тебе наплевать на все законы, ты стал атеистом типа Хлыщева, который хотел убить последнего попа. Ну, не убить, а зарыть последнего попа. Увидеть последнего попа в белых тапках. Но это у него не получилось. Вот таким образом то и у нас, вот, казалось бы, 21 век, да, Конституция есть все время, она подправляется, там подкручиваются какие-то тонкие шурупчики, гаечки, Конституция еще приляпается, как вот это к мазанке украинской глины дополнительных законов. И вот эта Конституционная, как говорится, обрешетка облепляет глиной вот этих каждый день это обмазывают они, чтобы укрепить эту Конституцию дополнительными законами и актами, поправками. Это все делается дома, там и Совет Федерации, там этот, голубые трусы и красные трусы, условно говорят, фигуральные, один к одному, это голубые трусы и красные трусы, красиво, самому смешно, но ничего с меня с дурака взять. Вот таким образом, что мы имеем? Мы имеем вроде бы все у нас, столько народу, следствия, прокуратура, суд, суди вот эти вот, которые там за миллионы свадьбы справляют своим дочкам миллионы долларов, чтобы смысл в Еревану бежало. Потом, значит, эти, силовые структуры, МВД, ФСБ, это, армия, разведки и еще гвардии, еще, что же гвардии? А гвардии, может, это притяки есть, да? Вот таким образом, то есть, и совершается несудебная расправа. Ну, мы видим, что вот много уже мы таких случилось, когда нам Пифагор подсказывал, что вот товарищ заказчик, этот товарищ заказчик, этот исполнитель, все, и у нас есть лист такой, криминалистик Пифагора. По нему мы работаем. Метод тот же резонансов вот этих совпадений, или как корреляции называется по-умному, да? Вот по методу резонанса Пифагора. И получается, что вот эти вот Литвиненко, Скрипали, потом вот этот Хангашвили, потом, значит, вот этот вот тоже украинский голову-то от Секлита, журналисты-то тоже с грузинской фамилией, потом на Украине сколько набил этот товарищ гуманный, гуманный товарищ, да? Это вот этот внук Гитлера, да? Он набил там ужас народу, просто это не пишут. И люди эти, они ленивые, видимо, белорусы, они не доводят до СМИ вот эти вот постоянно, что надо долбать, что вот этого убил, этого убил, этого убил, этого закопал на 10 метров, там, противника и так далее, это все не судебные расправы. Ну, суд не было расправы, он тоже делает, там хватает, и кто не нравится, там претендует на пост. 18 лет и вот, значит, отвесить 18 лет на полную катушку, а то там же еще и расстрелы есть, правильно? А мог бы и расстрелять, вот не расстрелил, я тебе только, вот какой я гуманный, да? Вот так, и милостивому, и суд без милости, как в Библии опять же пишется так. То есть, внесудебные идут на всем Востоке, в этом отношении на Западе тоже есть, но там все-таки опасаются, потому что двухпартийная система, она разоблачает, и очень много, на многом можно сесть за нарушение вот этих вот конституционных норм, норм закона. И поправок, кстати, к закону, которые очень редко там, очень редко эти поправки выносятся к закону, к этой Конституции. В Соединенных Штатах особенно. Ну и Евросоюзе тоже, и так далее. Таким образом, мы видим, что это законность, законность, она определяется от законов Хамурапи, самой древней, да, и вот до вот этих вот конституций, билих о правах человека, да, и гражданин. то есть, определенно доказано, что вне судебной никакой расправы не может быть, должен быть суд писаный. Ну и если вы не выполняете закон, то вы уже сатануете Кручевым. Вот таким образом, то есть атеистом, атеист может, чего хочет, что-то делать. Ну тогда надо крестик снять, а вот эти вот одеть, остальное. Вот таким образом, это закон. Потом есть опричина, она, видите, опричина введена еще при Ване Грозном, введена, да, и сейчас она приветствует, а что интересно, есть апологеты, книжечки выпускаются, церковная типография у этого, значит, у Гундяева там, в Северской лавре выпустила, ну давно, правда, может, 10 лет назад, но о роли, о положительной роли опрични. То есть, апологетику вот это опричина. Это вообще сказочная вещь, это опричина. Но почему? Потому что невозможно. Вот у нас, когда преступлений много, вот у нас сейчас преступлений очень много. И есть мелкие преступления, ну там какая-то девица губную помаду сперла в магазине, там в какой-нибудь ленте, там в Ашане. И есть какой-то парень, который там сосиску сожрал, в этой же самой пятерочке, да, ну и другие такие вот, но они судятся по полной катушке. Там, значит, полные процедуры с ними проводятся, все, следствие, если на это дело тратится. А на остальные уже преступления крупного масштаба, ну, тут уже времени не хватает. В основном занято вот этой вот мелочевкой. И, конечно, суд писанный, на всех не упишешь. Вот сейчас взяли этого начальника шахты, что как они его будут мурыжить, там может сразу отпустят, а может быть и на полную катушку оформят, как вот этого, там был какой-то миллиардер там, да, как Навального, да, или как вот этого претендента, белорусского претендента на престол, на престол, который престолу наследия хочет своему Николашке сыну отдать, да, Николашка Б, да, в скобку Б, ВКП Б, да, вот таким образом. То есть, невозможно уже судом охватить огромное количество преступлений, которые совершаются, вот они, в любом, в любую, ну, хоть в медицине, вот сейчас, вот ковид, да, он породил столько преступлений, ну, что никакой следствия, ничего, потом где-то там чего-то подрались, там это все, разборки, все, ну, все не упишешь, бумаги не хватит, а это, на клавиатуре не все стучат, а следователи, да, они грамоте не знают русского языка, все следователи, прокуроры, судьи, они грамоте не знают, ни запятые не ставят, ничего, там все, такую фигню, такие приговоры, но это в крокодил можно помещать, эти приговоры, там протоколы, следствия, все это, можно помещать, но зато они хорошо работают шваброй, там метелкой, и, да, любыми предметами, которые, как говорится, являются вспомогательными средствами для профилактики, для профилактики, правонарушения и лечебной процедуры, да, вот это от геморроя спасает преступников, вот таким образом, это называется опричина, ну, и самое главное, что у нас есть, тоже, оно всегда было и всегда есть, это беспредел, беспредел, он даже был древнее, чем закон, древнее, чем опричина, это беспредел, то есть, ворвались вот кочевники, все, всех поубивали, там, взяли то, что надо, и поехали дальше себе, это, песню петь, да, я еду по полю, вижу траву, вижу, и так далее, чего вижу, то и пою, вот таким образом, это беспредел, также беспредел, он есть и среди, значит, законе, которые подчиняются закону, ворвались законы, там тоже беспредел, борьба за вот этот общак, потому что там тоже нету коллективного руководства, там единый, тоже пахан, все определяет, все, естественно, за место пахана, там идет большая возня, вот таким образом, значит, законность опричина, беспредел, а от опричины до беспредела далеко, а так это одно и то же, это совершенно одно и то же, ну вот, взять вот эту Хангашвили, да, он преступник, он ясно преступник, он там убивал, в войне участвовал, мирных жителей, неповинных, и про него президент говорил, что можно бы его и убить, бы этого Хангашвили, и ничего бы не было, ну так вот его, его и убили, правильно, то есть, его убили, вне судебной практики, он перебежал в Берлин, в Германию, опять же, и, видите, сразу там он договорился, там с посольством, велосипед посольство дало, он на велосипеде подъехал, и застрелил вот это вот, Хангашвили, ну, кто там, Соколов, или кто там, товарищ подготовленный, специально учился, для этого он в школе спецназа, ну, может, где-то в Палашхе, да, вот там такой центр есть, диверсионный, вот таким образом, то есть, это, это и является опричь закона, то есть, законописанным, писанным законом не было, допросов не было, следствия не было, свидетелей не было, и адвоката не было, и все это дело решено прямым путем, путем, фактически, опрични, и вот этот опричник, Палач, приехал и исполнил волю чьего, ну, волю, естественно, одно партийное руководство, значит, воля самого пацана, да, то есть, пахана, или как он называется, президента, вот, и к этому склоняется и германское правосудие, но сразу пальцем показало на наше руководство, это, мол, руководство подготовило вот этого шпиона, и доказали, что вот там-то обучался, там-то у него знакомый, там его опознали, и все такое прочее, и следы в это выводят, но они не показывают прямо непосредственно на П-резидента, но она, говорят, что туда выходит, чтобы не смущать, они скромные люди, да, и вот эта вот ситуация, она также была и со Скрипалями, также с Летиненко, также и со многими другими, вот Немцу, да, до сих пор не, это, кстати, кто заказчик, кто заказчик, нет заказчик, ну и много таких вот, там вот, прокурора какого-то, еще крупных таких людей, журналистов, новые газеты, вот за ему, Нобелевское время дали за то, что там, у него больше всех убили корреспондентов, у этого вот, хрена боржевого, да, которому сейчас Нобелевку дали, вот набиты этих корреспондентов, это, и журналистов, и так далее, и так далее, вот это уже называется опричина, то есть, почему, у нас уже идет, царь, как Жиринов сказал, должен быть царь, но раз царь, значит, вот патриарх, ну и все, и все, и тут же вот, опричина, пожалуйста, потому что у нас Ивана Грозного, памятник, пожалуйста, уже установлен, мы с Дзержинского сняли, это, это мельче был, величина, да, он меньше убил, чем Иван Грозный, меньше, его сняли, поставили того, кто больше, больше добил, и больше беспределил, фактически, да, он беспределил, вот таким образом, и наша задача с Пифагором, какая, ну, подтвердить или опровергнуть мнение вот этих германских, немецких следователей, которые указывают на наше руководство, что именно оно участвовало, было в теме, вот это вот, заказано Хангашвили, правильно, которое сейчас дали ему, этому исполнителю, дали пожизненное там, ну, вот убийство Хангашвили, мы знаем, когда было оно, мы его сейчас проветли, вот, в Берлине, это опричное, типичное, опричное убийство, то есть оприч закона, 23-е масонское число, то есть, это по, по заданию масонских, глубинных, государственных структур, вот такой вот день был, сумма 12, и так далее, и, значит, я тут проверяю как, мы же проверяем как, совпадение, с днями рождения наших, вот, уважаемых людей, которые с этим связаны, вот, например, Нарышкин, 27-го, 10-го, 57-го, ну, он сейчас вот, недавно выступал, говорил, что мы тут ни при чем, и все, мы очень хорошие, во всем белом, мы все зайчики, и вот этот зайчик, значит, у него 4 совпадения, с этим числом, 27-м, и смежное число мы тоже берем, 28-й, 10-й, 57-го, а тут вообще 5 совпадений, ну, как это, вот, прямо Пифагор указан, заказчик, Нарышек, ты заказчик, дальше, смотрим, на главу Начпупса, главу Начпупса, вот у него 2, 7-го, 10-го, 52-го, ну, у него всего тут 3 совпадения, 52-й год, 3 совпадения, ну, тоже все 3, это значит в теме, а вот с 50-м годом, 7-го, 10-го, как это польская писательница пишет, тут 4, здесь он уже мнение высказал, командное, вот у нас есть совет безопасности, без него, конечно, ничего не проходит, и вот если он 11-го, 7-го, 51-го рождет, то у него тоже 3 совпадения, тоже в теме, а вот если 12-го, после вечерния, 11-го, после вечерния, 7-го, 51-го, то у него 4, это тоже так, то есть они все коллективно решили, общее мнение, но его и озвучил и Путин, что он достоин смерти, вот этот конкурс, но согласно нашему закону, у нас ближе к восточной, вот, деспотии, да, то это вроде как бы все проходит, потому что тут опричнен у нас приветствуется, патриарх пишет апологетику, опричненную типографию, Сергеем Пассари печатает, эту маленькую такую брошюру, по апологетике этого, и как-нибудь я найду, покажу его, и как-то показываю где-то, вот, вот таким образом, то есть это вроде как бы, и так же можно понять, вот этого нашего, Кардаша-то, вот Кардаш, который был у нас, у него дочку оператор, тоже в Германии, оператор столкнул самолет, и у него дочка молодая, Светлана, красавица, все, юная, любимая дочка, единственная у него была, и она у него погибла, там в этом столкновении, но согласно Восточному, опять же, нашему вот этому, опричному делу, мы, у нас как там принято, отомстить, кровной месть, правильно, вот, пошли мы вот, Кардаш пошел, и отомстил, ну, конечно, его там посадили, оформили, все, но учитывая, видите, там правосудие-то какое, но учитывая местные особенности, его быстренько, быстренько выпустили, почему, потому что он выполнял, как бы, на то, не восполния, что нету, о смертной казни, нету в Евросоюзе, есть в моратории, и у нас в моратории, вот он все определяет, поэтому опричная была создана, потому что нету, статья о смертной казни, она о моратории, а так он выполнил, не только за себя там все, но еще за многих других, которые тоже мечтали об этом же самом, и они буквально все начали писать и бомбить, мол, отпустите парня, Кардаша нашел, да, и отпустили, но здесь та же система, так же сработает, хоть ему дали пожизненное, все, этому исполнителю, но учитывают наш восточный ноталитет, что мы вот это мстим, мстим, это опричь, поверзаконности, то есть не разбираясь там, не ждем, а нам надо быстрее тамстить, и дело закрыть, учитывая это, вот эти германцы, наверняка его вот это вот, они передадут опять вот нашей власти, уже об этом разговор идет, то есть вот там такая вот описанная, и все получается то, что там долго идет правосудие, но оно неотвратимо, и там нету, там есть смертные казни в Америке, во многих штатах есть, кстати, в некоторых штатах есть, а в некоторых нету, в Европе тоже, вроде как уже везде нету, но там очень большие сроки, особенно в Америке, там можно на несколько жизней залететь, вот таким образом, ну все это применительно к обстоятельствам, да, к обстоятельствам, вот таким образом, то есть, если ты оприч закона действовал, и порешил преступника, то тебе будет еще снисхождение, вот как у Хамедошвили преступник, то будет еще снисхождение, а если ты порешил там невинный, этот журналистку там, какой-то, который вообще только пишет, и все, она же ничего действия не производит, никого не убивает, и не призывает к убийству, но ее убили, ну вот здесь уже, как говорится, надо отвечать, и по полу, здесь уже опричник, не опричник, а уже для него закон будет писан, это понятно, это понятно, ну и второй вопрос поднимает уже, это Германия подняла вопрос, а Америка подняла вопрос, опять, как говорится, пыль стряхнулась, дело об убийстве Кеннеди, и вот это вот, убийство Кеннеди, оно было в 63-м году, 22-го ноября, они сказали, что, ну, ноги-то, финансируют, в слой, из России, на убийство, деньги давали, из России, а там какая история-то была, что, что, значит, 63-й год, это, и конец 63-го, а в 64-м, уже в октябре, то есть меньше года оставалось, снять Хрущева, они уже заранее знали, что они его снимут, и кто знал-то? Шелепин, секретарь ЦК, и знал это семичастный председатель КГБ СССР, семичастный, вот таким образом, они уже, у них договоренность была, все, и ставить они должны были вместо Хрущева, именно, вот этого, по-моему, Шелепина, да, сейчас мы посмотрим, Шелепин, ну, точно Шелепин, витаяц это, да, Шелепин, Александр Николаевич, вот, этот Шелепин, он выдающийся такой был, и друг, кстати говоря, недружбанны были, семичастным, вот они этой парой хотели, но временно, вот они решили поставить Брежнев, потому что он родственник Хрущева, и это вот свержение произойдет мягко, не так резко, как вот, чтобы не возмутить вот эту Днепропетровскую, которая уже везде все схватила, эту Днепропетровскую мафию, правильно, поэтому они решили временно поставить, вот, из его же, мужа-сестры, Брежнев, Хрущева, да, муж и сестры, жены-сестры, в общем, у них были, да, у того и у того, это жены-были-сестры, вот поэтому, вот такое временно мы его поставим, а там мы видим, что это Брежнев, он дурак-дуроком, он быстро сейчас соступится, и мы его заменим, там аппаратным путем, сработаем, и его на пенсию, вот таким он, тем более, ведь я рад войны, да, раненые на всю голову, и на всю, как говорится, переднюю часть, потому что там коровы, девушки, он на малой земле воевал с коровами, с девушками, вот таким образом, и вот эта ситуация-то понятно, да, то есть вот Хрущева уже подсиживает, и выясняется вопрос, мы с Папагором должны посмотреть, Хрущев участвовал, а Хрущев какой смысл участвовать, если он после запуска Гагарина, он охерел вообще, и у него, это, крыша поехала, головокружение от успехов, он уже тапочки, в ООН начал стучать, и, ну, в то же время, он хитрый, да, он мужик, практичный, показав свою силу, он кинулся в объятие к американцам, и после Карибского кризиса, они вроде как бы даже, стали дружить, и на основании, вот, а какую основу он взял, основу хитрую, ему подсказал, видимо, брат, надо осваивать космос вместе, вместе осваивать, вместе лететь на Луну, и, значит, вот, Хрущев направляет брата, своего академика, из Сибирской Академии Наук, Сибирского отделения Академии Наук, направляет в Америку, полсеми туда направо, но это уже дружба, это уже заложник, правильно, то есть, и он начинает там изучать опыт, вот этих всех американцев, по Америке там мотаться, и кукурузу, вот это все такое прочее, вот таким образом, то есть, Хрущев был не заинтересован в свержении Кеннеди, потому что он туда людей своих направил, и Кеннеди не был ему врагом, собственно, не был врагом, в личном плане, и врагом вот этого его всего окружения, тем более, у него жена, ну, виртуозно знала английский язык, то есть, Хрущев через жену, он со всеми, и с Англией со всеми находил прекрасный язык, а семичастные, вот эти вот товарищи, которые оппозиция, и которых не поддерживала группу вот этого Кеннеди, она не поддерживала оппозицию, не отсвинявливала там, что это долларов-то им, на вот эту работу, и не поддерживала их ни организационно, ничего этого, то есть, Кеннеди как бы был бы враг вот этой вот всей системы, враг нашей оппозиции, поскольку он ненужный был человек, раз не поддерживал, значит, не свой, и тем более, значит, дружба с Хрущевым, тут Хрущев дальше будет сидеть, благодаря этой дружбе, и это очень опасный человек, правильно? То есть, это такая опора для Хрущева, что ее надо было выбить, поэтому мы склоняемся к тому, чтобы посмотреть, надо Шелепина и Семичасов, вот эти двух дружбанов, но не сбрасывается счетов, еще Андропова, который тоже был секретарь в то время, и он дышал спину Семичасному, чтобы занять его кресло председателя КГБ, потому что в КГБ была в основном эта вся власть, чтобы перемещать кадры, перемещать кадры и создавать вот эти дела, компроматы и так далее, и на основе компроматов там продвигать и убирать, кого не нужно, и продвигать, то есть это было такое место очень важное, особенно благодаря тому, что у Андропова была хорошая поддержка, у него было Ми-6, работал на него, и вся вот эта подпольная агентура, которая в Москве была Ми-6, это она на Андропова вся работала, и он поэтому дышал Семичасным, он уже чувствовал Семичасным, что ему дышат спину Андропова, тем более на 10 лет старше Семичасного был, и секретарь ЦК, и такие, значит, мы должны рассмотреть фигуранты, которые могли влиять на убийство Кеннеди, это первый Хручев, потом КГБ Семичасный, Андропов и Шелепин, и вот мы смотрим, значит, убийство Кеннеди, видите, 22-го, 11-го, 63-го, 12-го, опять мы видим цифру 16-го, да, вот так, а смотрите, Кеннеди наработал, что он, сумму 14-го наработал, действительно, выдающий человек был, это же в Киеве, вот такая у него матрица, генеральский характер, ну, у из бывших военных, ну, правда, батарейка для вот этих сил, ну, рептилоидный день-то, в общем-то, рептилоиды работали, наверное, да, ну, не рептилоиды, наверное, вот, вот сейчас заметим закономерность, если здесь мы видим 16-го кармическое часу, то здесь мы наблюдаем 15-го везде, а, вот Крущев, смотрите, официально, 15-го, 4-го, 94-го, 1894-го, вот у него нет совпадений с этим числом, но число 15 мы отмечаем, а с числом 16-го смежным у него всего одно совпадение, то есть, мы правильно, значит, решили, что Крущев не был интересован в убийстве Кеннеди, однозначно его нужно скинуть, потому что уже брат его там жил, вот смотрим в семичастном, опять мы видим 15-е, но уже первое, да, 15-е, первое, а 15-е мы знаем, это же все сатановские рождаются, правильно, и вот у него 4 совпадения, и он заказчик, а с 16-м числом 3 совпадения, то есть, тоже в теме, то есть, вот это вот выпадает на семичастном, как на заказчика, ну, семичастный, да, но, крупнее его был Андропов, опять 15-е число видел, да, вот они, кто свергал советскую власть, это, под огурору стерленными силами пришли, 15-го, 16-го, 14-го года, у него всего два совпадения, по два совпадения и с 15-го и 16-го числом, а вот у Шерепина, так, наследного принца секретаря ЦК КПСС, видите, у него, он 18-го официально, 8-го, и 18-го же года, да, 3 восьмерки, долг перед государством, здесь у него 3, а вот после вечернина родился, 5 совпадений, вот он, заказчик, вот таким образом, ну, он крупнее был, да, он должен принцем быть, а этот у него, как говорится, оружиеморс Санчо Панса, семичастный, вот через них-то и шла вот эта вся катабасия с этим вот парнем, который был в СССР и которого использовали как подставную фигуру, но еще самое главное не то, что его использовали, еще, может быть, финансы туда поток открыли, какой, через свою вот эту сеть, то есть они действовали уже, видите, они уже действовали, оприч, опять же, оприч Хрущева даже, оприч своего начальника, и здесь мы тоже видим, что многие дела проворачиваются, допустим, Патрушевым, оприч Патрушевым, оприч Путина выполняли, некоторые дела проворачивались, потому что там, где было совпадение у Патрушева, у Путина, совпадения не было по обоим числам, вот такие опричные дела, что можно сказать Пифагору, вот слава, слава веки веков, аминь, до скончания земли, все будем славить Пифагора, дай Бог, он там о нас тоже позаботится, помолится, потому что он там, видимо, не последний человек, раз он до скончания земли, будет на земле известен, правильно? Значит, он не на небе не последний человек, а тоже какой-то святой, то он там наверняка просматривается как святой, и будем ему тоже обращаться, с надеждой, что он за нас помолится, немножко ума нам добавит, и, может быть, вот эти продвинутся у нас еще дальше расчеты в этом плане, в том, что с чего начинали вот эти Машковы, Хлебников, предсказатели, и потом вот этот вот восточный Афган, который ряды, ряды там по степеням двойки, по степеням тройки, ряды раскладывали все события по рядам, и по степеням определяли закономерность событий, и что вот такое событие должно быть вот в следующий год, да, когда, допустим, 1914-й, а переставь будет 1941-й, мы видим, да, это и по Пифагору сходится, потому что матрица 1914-й и 1941-й матрица одинаковые, если была война мировая с 14-й, то она автоматически должна быть и в 1941-й. Опять мы видим подтверждение, никакого нам Лермонтов не надо, вот Пифагор, он старше Лермонтов, и, как говорится, и моложе его, вот так, потому что Лермонтов где-то отпадет, а Пифагор будет известен очень долго-долго. Вот таким образом, то есть не перестаю каждый день удивляться, какую задачу не возьму, но везде Пифагор помогает. Что я вам желаю? Здоровья, конечно, желаю, вот это, омикрон, вот это, ноги в тепле держать, правильно, да? И это, маски, маски это, да? Фуфырики, маски и все такое, прочее. Ну, если там температура, то, как он у тебя связь, аспирина, вот там, ну, там с оточкой немножко его расфуфырить, чтобы не так кисло для желудка было. Вот таким образом. На этом, наверное, мы и закончим сегодня такой обзор, небольшой экскурс в криминалистскую Пифагору. Опять же, у нас вклад туда, вот в тот плейлист вложим. Всего доброго, до новых встреч, слава Пифагору, и всем здоровья, всем счастья, и побольше просмотров, делитесь, потому что, видите, информация-то, она все равно очень не важна. Она, ну, каждому прилагается и очень просто все высчитывается. Правильно? Ну, у нас рассчитано все, это можно наперед рассчитать и назад, и вот следующий год 222-й. Мы уже это знаем, да, 222-й. Всего доброго, до новых встреч. субтитры, субтитры, субтитры,